Здравствуйте, я был в Турции, и первая моя остановка была в Стамбуле, и вообще Стамбул мне не очень нравится, но там ребята наши очень классные, ну как бы церковь русскоговорящая очень хорошая. Но много мне нравится, там церковь по-то за русскому говоришьте, это вот они на друзья, стресс здесь, ну они, понятное дело, что они гостеприимны, потому что они тоже из Казахстана. И там мы посрешно ха приятельте на Аня, кой-то со многу гостеприимнее, за что-то сад Казахстан, сигурно. И да, и корейцы тоже. И все, что сад Курейцы. Еще у них дома есть хамам. И ты им отвкажите хамам. И сауна. И сауна. И сказал, если бы у меня дома был хамам, я бы каждую неделю в него ходил. А с Казахстан, у меня хамам, в Кыште, я сейчас всякая сетми цедагу посещал. Так что приехал, ты сразу попарился там. И как-то у дойдох при тех, виднага посетих всичку това. Ну и потом, получается, там, как бы, ну, скрестное служение было. После имаши недел на служба. И у них прям вот офигенная идея, у них, получается, есть обратный отчет времени до начала проповедей. И имат таймер, какой-то показывал, колко время устава. Прям вот, ну, как вот, там, сзади, прям вот, на стене. На стене. Я думал, что нам тоже бы не помешало такое. А с нескольчей и не требует дымам и такого. Ну, хотя не знаю, поможет ли она нам вообще. Бачили, знали ли, что они помогли. Может и нет. Может и нет. Да, ну, получается, вот это, ну, в Стамбуле было... В Стамбуле. Мое знакомство с церковью. Очень классно, что... Запознаться с церкви там. У нас есть в соседней стране такие друзья, которые могут в случае нам помочь. Доброе, че в соседней-то не держало. И маме приятели, какой-то могут да не помогнуть, да не посрещнуть. И потом, получается, я полетел в Анталию. После утитов в Анталию. Я там никогда не был. Никого не сам был там. Ну, там хорошо так попутешествовал. Много добрее в путешествах там. И, получается, в среду я пошел на молитвенное. И в среду утих на молитвенное собрание. Там, получается, у знакомых... Ну, там, как бы, отвлечение церкви из Истамбула. И у них было молитвенное. Ну, я, получается, туда до них доехал. Или как их нашел. Потому что у меня мобильного интернета нет. И, получается, там было трое человек. И там бяха трьма человека. Ну, как-то встретили меня очень неоднозначно. И ты много странными посрешных. Ну, то есть, там, ну, не знаю, я не чувствовал себя, будто бы я, у меня это... Они были мне рады, не знаю. А ты не знаешь, что ты не можешь чувствовать, что ты рада, что ты видишь? Хотя я там только одну вафлю съел, типа... А ты там не съедал самую эту вафлю. Даже много не налегал. Даже не семьял много. И получается, ну, там, как бы, было обсуждение, какую-то тему. И мы еще обсуждали на тему там. И, получается, там в конце нужно было помолиться. В крае требуется, если помолим. И сказали, кто хочет помолиться. И питоха кое сказать, если помолим. Я говорю, я вообще молюсь очень коротко. Я сказал, хас и молим на укратку. Они говорят, давай ты молись. Только вот ти требуется молишь. И, получается, я спросил, ну, я уже привык, потому что... А питоха свечи свикнах? Мы на молодежке отрабатываем все это. Чи на молодежку тут собираются, такас и молим. И я спрашиваю их, а у кого есть молитвенные нужды? Я спитам ниакую молитвенную нужды. И там женщина говорит, типа, у меня вот нужды нет. И даже наказывала с нямом нужды. Потому что нужды звучит так, будто бы мы какие-то ущербные. Это же тут звучит, как мы неполноценнее. Это же все на небо идет. Всичко твое утево на небе. Я говорю, ну, блин, тогда может просьбы какие-нибудь молитвенные. И я сказал, такова молитвенную моби. И они говорят, все, нет, ни у кого у нас нет никаких просьб. И доказываю, нет, никуда мы молитвенную моби. Ну, там вот этот организатор молитвенного, он как бы, да, он сказал, что вот у него нужда есть, что у него большая семья. Което, човек, който организира това, той каза, че има нужда. Пять детей у него. То има голямо семейство с пет деца. И вот, получается, у него работа, как бы, там настройки, очень много сил отнимает. То есть строител, обаче работа ему отнема много сил. А он хотел бы больше, как там физиотерапия, массажа делать. Ну, то иска повече да прави массажи, физиотерапия. Я его немного проконсультировал на эту тему, надеюсь, что не зря. После консультировал относно тази тема. И он, ну, я сказал, я подумал, ладно, все, давайте будем молиться. И такой протягиваю ручки. Я сказал, ну ли, каза, айди да симолям, и астака давам им рецепты си. А они что-то не хватаются. Я подумал, а вы здесь за ручки не берете, что ли? И ты не мешаешь за рецепты, потом вели не держите ли за рецепты, куда-то все молите. Мои привычки с молодежки, видимо. И ты сама молите, навец, вот, молодежку-то не собираны. Я говорю, ну ладно, хорошо, давайте без ручек тогда. Я сказал, ну, давай, тугава без рецепты. Я такой, ладно, ну, типа, я же здесь как бы гость, нужно помолиться так серьезно, короче. Я такой, начинаю молиться. Я себе с анализом гост, я вам много серьезно для себя помолю. Ну, короче, молюсь, молюсь, потом вижу, что там девушка там одна уже отошла куда-то. Можешь там еще одну мяч, вече тебя замена. А вот женщина такая уже стоит там, ну, в направлении двери к выходу, такая посмотрит. Одна же, а другая тоже на тебя стою в направлении комфортации, вече галета часовника. Даже по моим стандартам как-то слишком коротко получается. Я смысл, что дурил в моем стандарте твоем ногу кратку. Короче, помолился и... Помолился. Слава богу, вот этот, как бы, главный молитвенник, он меня потом проводил еще. Помолился и по ней тоже главный, и мы исправил после. В принципе, на хорошей ноте закончился. Всичко сверчено хубава нота. И потом, получается, там, у меня... Я даже посетил всего не три церкви, а три с половиной. А посетих не три церкви, а три и половина. Потому что там есть Памуккале, это такое туристическое местечко. Има одно място Памуккале, туристическое място. Есть, как бы, останки, ну, руины церкви, которые основал апостол Филипп. Която била основана апостол Филипп. Ну, как бы, один из апостолов Христа. Един из апостолов Литина Христос. И, как бы, получается, на том месте есть останки церкви и его захоронение. И на твое място има руини на церкви-то, и той бил погребан там. И нам, получается, рассказывал экскурсовод, что, получается, в основном, первые археологи здесь были итальянцы. И не рассказывал, а че первые археологи там сабили итальянцы. Потому что, как бы, в Ватикан их отправил, они всех искали вот все, что связано с Христом, апостолами. Ватикан ги испратил и затверцали всичку, кое-то свырзану с Христос. И, получается, они нашли останки апостола Филиппа и забрали их в Ватикан. И, соответственно, намерили устататься на апостол Филиппа и саги взяли во Ватикан. А, получается, вот церковь, захоронение, они все еще существуют, и очень много христиан приходят для паломничества. И тази церкви... Паломничество? Ну, как я бы там, не знаю. Поклонение, да? Да, церковь установила, много христиан идут там за поклонение. Ага. И, получается, я вот хотел-не хотел, но сделал такое паломничество. И аз, и без дейском направих твое поклонение. Ну, интересно, что церковь как бы развалилась, но само захоронение сохранилось в идеальном состоянии. Церковь-то, когда целое разрушение обаче твое захоронение, гробище. Гробище установила в много добросостояние. Наверное, в этом какой-то символизм есть, но я еще не понимаю. Может быть, твоим символизмом какой-то, что ты не сам разбрал. Так, и дальше, последняя, получается, церковь, это... И последняя церковь? Церковь в Алане. Церковь в Алане. Как бы они все друг друга знают, там, и в Стамбуле, и в Анталии, и в Алане. И всички тези церкви сапузнават в Истанбул, в Алане, в Анталии. У них, правда, в три часа дня услужение начинается. Тиман служба в три часа празденья. Я пропустил тур утром, потому что я думал, что у них с утра служение. И с утра пропустил один тур. За что ты думаешь, чьи им от службы с утра? Ну ничего, я так погулял по городу, пришел к ним. Расходился, дойдох, притяг. И, получается, ну, служение началось, все нормально. Служение за почву. И потом, получается, начали пить чай. После за почву допить чай. И, ну, я там, короче, пью один чай. Пью один чай. Там, поел вафельку. И я двух вафлей. Второй чай. Пошел один чай. Бисквитки. Убил третий чай. Третий чай. И такой думаю, ну, ладно, пора, видимо, начинать с кем-то говорить. И после, смысле, может быть, я прямо до започвенном договоре снягу. Я смотрю, какой-то там мужик рядом стоит. И говорю, ладно, давай я с тобой поговорю. И, ну, это как бы такое, что я, как бы, я все-таки, ну, я сам вообще не очень разговорчивый человек. Я не сам разговорлив человек. Ну, когда ты один путешествуешь, и ты в чужой стране. Ну, когда ты будешь один, если вы в чужой стране. И когда приходишь в церковь, все-таки хочется какую-то поддержку. И когда ты будешь в церковь, искажешь некого подкрепа. Да. Поэтому я очень, ну, оценил я, что в нашей церкви обычно относятся к новым гостям как-то с дружелюбием. И оценил то, что в нашей церкви к новым гостям, и мы дружелюбно посрещены. Да. Приятного скупа посрещены. И получается, вот, я с этим мужиком разговариваю. И с той же мы же започвенном договоре. И он говорит, о, а у нас, к нам приезжал один пастор проповедовать. И ты показывал, при нас едва один пастор проповедовал. Он тоже кореец. То есть все, что курец. Тоже из Варны. Все, что тут Варна. И все, что практикует китайскую медицина. И все, что практикует китайскую медицина. Я говорю, ну, ничего себе совпадение. И я сказал, о, тварь не куса впадение. Как тварь возможно? Как тварь возможно? Ну, как оказалось, что папа у них. Ну, тварь с указачей тварь без шабаштами притях. Да. Поэтому было удовольствие. Вот, в принципе, это все было мое путешествие. Ну, и тварь тварь, тварь без шабаштами притях. Да, очень интересно. И я оценил, насколько хорошо у нас в нашей церкви, что она такая вот домашняя и дружелюбная. И оценил, как у нас в нашей церкви очень много домашней и прятавского. Ну, все. Да. Спасибо. Особенно...